Ну, в первую очередь мы доложили всей рабочей группе о проделанных городским советом работы, а именно о том, что было заявлено о разработке детального плана территории и сессия городского совета поддержала это предложение исполнительной власти, предложение городского головы, было принято решение о разработке детального плана территории, который непосредственно ответит нам на вопросы, касающиеся транспортной развязки, инфраструктуры данной транспортной развязки в районе эстакады морского порта и в районе объездной дороги, которая будет строиться, и на сегодняшний день в районе дамбы, окружной дороги. Это первое. Второе. На рассмотрение было предложено архив управления архитектуры городостроительства Одесского городского совета, размещение двух параллельных дорог. То есть мы смогли учесть пожелания как администрации морских портов Украины, абсолютно отвечающие их пожеланиям, и также коммерческие структуры евротерминала. В принципе, данное предложение было абсолютно встречено одобрительно всеми сторонами рабочей группы. Мы определили основных пять вопросов, которые мы должны вынести на следующую рабочую группу. Это вопрос, касающийся непосредственно деталей будущего плана территорий. Это первое. Второе. Это сопределение статуса дороги. Третье. Нахождение демпферной площадки. Площадь демпферной площадки. И ту стыковку, которую необходимо будет производить между этими дорогами и будущей обездной дорогой. Пока идет речь о строительстве двух параллельных дорог. В первую очередь, это требования антимонопольного комитета. Так как на сегодняшний день будем говорить, и евротерминал является монополистом в своей деятельности, и администрация морских портов тоже является монополистом в своей деятельности. Соответственно, есть необходимость предложения транспортным компаниям выбирать, куда им лучше ехать. Естественно, строительство будет производить с той дороги, которую хочет произвести евротерминал за счет евротерминала, и, скорее всего, консорциума, который они пытаются сегодня создать с стивидорами. И дорогу администрации морских портов, это будет, безусловно, бюджетное финансирование. И будет строиться, скорее всего, с доходов, получаемых администрацией. Ну, город со своей стороны, в первую очередь, помогает тем, что мы всех посадили за стол переговоров. И я вижу, что у нее достаточно конструктивная, четкая беседа с конкретными сроками, исполнение с конкретными исполнителями, и ставятся задачи, я думаю, которые мы решаем, и это видно уже по сегодняшнему седанию.